Ну что, с наступающим или типа того? Чё, детишки, все себя хорошо вели? Как бы то ни было, я вела себя, может, и не самым лучшим образом, но я однозначно вознаграждена за свои страдания. У меня ещё остались в закромах несколько игр до тех пор, пока я не перешла к состоянию старого Мэдисона и не начала проходить вещи типа Наша Маша и Волшебный Орех. И я счастлива. Всем ахой на связи, Блэки, и сегодня у нас Принцесса и Лягушка. Игруля сделана по сюжету одноимённого диснеевского мультика. Точнее говоря, это сиквел. А если ещё точнее, то сиквел хуйовый, скажем прямо. Нечто из разряда серии в начале нового сезона сериала, посвящённое целиком пересказу того, что было в предыдущем. Належи сиквел к Вьетнаму, где никакого сюжета нет, есть только флэшбеки. И начинается всё с катсцены, в которой мы осматриваем свои новые владения. Как профессионал, играя на высокой сложности, первым делом я вспомнила про возможность приготовления блюда дня. Я решила, что абсолютно негоже посреди заведения такого уровня стоять тарелки с ухой из говна. Но очень скоро моё мнение изменилось. У меня забаговала эта мини-игра, и я не могла нажать ни на одну кнопку. В итоге из-под моего крыла вылетало нечто по ощущениям, приближающееся к просмотру стендапов Павла Воли. Ну и мне подумалось, что в конце концов не такое уж и статусное заведение, и в целом то пусть лучше стоит то, что было, нежели то, что я приготовила. Так даже как-то колоритнее выходит. Сама же игра состоит из... Эпизодов... Глав... Новелл... Короче, в ресторане стоят персонажи, с которыми связан тот или иной момент повествования. И мы просто ностальгируем с ними по былым временам, распивая на кухне чекушку и выкуривая по пачке золотую явы. Ну и... проходим мини-игры между делом. В конце каждой главы нам дают отреставрировать какую-то часть ресторана, типа скатерти постелить, стены покрасить и всё остальное, дабы всё это перестало выглядеть как притон. Сами же мини-игры делятся на несколько видов, которые я назвала... Создай своей мышке экзистенциальный кризис. Вспомни вечно им за персонажей, потому что прямо сейчас они заняты тем, что изображают отсталых. Достань из самого тёмного угла заблокированные воспоминания о парапа город танцев. Тебе больше не нужна ксго. С твоей реакцией у тебя действительно не будет детей. Ну и моё любимое... Догонялки это всё ещё что-то из детства. И ещё стоит сказать, что по ходу игры мы будем соревноваться с тремя ботами. И мелкая я сочла это когда-то чуть ли не лучшей механикой в игре. Поскольку надо же было показать этим обоссанным ботам, кто тут профи. Да, самоутверждение за счёт ботов не лучшее, что можно было иметь в детстве, но кто вам сказал, что всё было гладко. Итак, начнём мы с ветки буфорда, кожирного ушлёпка, который только прочухав, что у нас всё хорошо, припол слизать пятки. Напоминаем ему, что он... Да, каких ещё поискать надо, и возвращаемся во времена работы в ресторане. В его лайне нас ждёт первым делом обстрел посетителей пончиками. И, ооо, посмотрите, кто самый лучший? Я! Я самая лучшая! Я самая лучшая в детской игре! После этого действия Ивлеев местного разлива решает пойти спать. Притомился он, блять. Чудище колпачное. Разумеется, мы за справедливость и равенство, так что... После этого понимаем, что он не только кривой, но и косой, так как угробил заказной торт. По памяти восстанавливаем всё это дело, после чего отец Шарлотты просит обеспечить ему гастрит путём добавления в суп немыслимых до стабаска и раздрачивания мышки. Следом Шарлотта зовёт нас на вписон по случаю приезда её диснеевского канона. Соответственно, нам нужно платье, а я превращаюсь в слайм каждый раз, когда дело доходит до запоминания чего-либо, поэтому прыгаем в следующую игру. И она вообще никак не стыкуется с сюжетом, но чуваки просто по фану такие... Блин, го, ну го. И пошли выдрачивать вудуиста своим провинциальным бэндом. А все мы знаем, что обычно от таких ничего хорошего ждать не приходится, поэтому... Кстати, напомню, а то вдруг вы забыли, я лучшая и на правах представителя проорены детского гейминга... Убейте меня. Рассказываю фичу. Когда вылезает этот деградос, можно продолжать играть, он всё равно ничего не сделает. Не благодарите. А помимо этого всего, хочу напомнить про волшебную кнопку подписки, которая, между прочим, исполняет желание. Если не ваше, то, по крайней мере, моё. Очень прошу вас. Заранее спасибо. На этом сюжетка с пончиком закончилась, а мы идём тереть с отцом Шарлотты и переносимся на бал. И первой же мини-игрой становятся очередные переодевашки по памяти у Шарлотты. Для меня лично это по приятности стоит где-то рядом с выяснением гражданской позиции айтипедии, но у нас тут дама выбирает себе аутфит, всем разойтись. Помогаем блондиночке вспомнить, что она ещё не надевала, идём флексить. И слава богу, я в детстве ещё поняла, что вот эти диагональные лягушки — это две стрелочки, типа вверх и вправо, потому что сейчас его хера-то выкупила. Далее идёт сюжетный момент с поцелуем жабича, который сопровождается максимально тупой, но фановой мини-игрой с дгонялками. Будучи лягушкой, преследуем рандомного комрада, затем засасываем и превращаемся в человека, перекладывая нашу участь на бедолагу. Очень жаль, что спит так не работает, а нас тем временем ждёт карьера джазиста, если быть точнее... Свингера? Музыканта, который играет свинг... Оправление в джазе такое... Ай в пизду. Как оголтелые скачем по барабанам, чтобы нам не втащили, и тут у меня произошёл затык. Я никак не могла набрать больше всех очков. А я напомню, я пришла сюда побеждать! И также напомню, что мы всё ещё играем в принцессу и лягушку, а мне нужно лечиться, но это не важно. А важно следующее. Чтобы показать этим сраным ботам, кто тут всех бёт и кормит, можно вообще не слезать с одного барабана, а просто крутить на нём сальтухи. Надеюсь, эта информация поможет вам в жизни. А следующая игруля вообще моя любовь, потому что это концентрат адреналина и грации, потому что она одна из тех, что позволяет оправдать наличие бучей парапы в моей жизни. Прыгаем по фонарикам и клацаем по мышке, в попытках не подпалить свои... ягодички. А следующая по плану у нас глава лягушкололов, или как их там блять. И в детстве я на эту часть игры просто надрачивала страшнейшим образом. И я клянусь, такого восторга, как тогда, сейчас у меня не вызовет даже Киану Ривз, обмазанный Дамианом и Нискиновичем. Настолько всё было плохо. Бегая по локе, можем поосвобождать лягушечек, но их благодарности за русскую локализацию звучит малость не так, как надо. Премного обязан. Вот вроде и спасибо, а вроде и нахуй послал. Ладно. Первой в этой главе будет игра со светящимися листиками и светлячками. И она в очередной раз доказывает, что в 7 лет я была умнее, чем сейчас, потому что я только с третьего раза выкупила, что подсвечиваются только листики в форме сердечек. Тем временем, крокодил прошляпил свою трубу. Да, я считаю, что одна эта игра уже лучше, чем вся новая часть ФНАФа. И да, я понимаю ваше, вероятно, возникшее желание запинать меня ногами, но я буду непреклонна. Суть игры такая же, как и в случае с лягушачьим свингерством. И на этот раз я не про музыку. Только здесь нам нужно будет либо просто нарезать круги с трубой на башке, либо биться этой самой башкой об здоровую махину. А для описания моего детского восхищения следующей игрой я хочу, чтобы вы представили пик эмоций гиперактивного ребенка, который в свободное время занимается косплеем скринсейвера в пределах комнаты. Это будет оно. Мне не нужна была остальная игра, мне нужен был только этот момент. Это сраные водные лыжи без лыж. Это сраные лягушки, прикрепившиеся языками к лодке. Это момент, где ты максимально ярко мог показать этим ботам, что они ничтожество по сравнению с тобой. Это грация. Это самое настоящее искусство. У меня все. Перекусим комарами, сидя у крокодила на пузе. И как вы могли понять, за лягушек мне нравилось играть куда больше. Вывод напрашивается сам собой. Я лягушка. А тяночку-сосочку нашу можно переодевать, да и не только ее. В гардеробе покупаем наряды за собранные бусины. Как сейчас помню, для этих целей мной использовался чит и джин. Ну а как иначе? Переходим к части болотной ведьмы, которая мне особо не запомнилась, и она справедлива, в принципе, я считаю. Там нас ждут прыжки в воду, экстремальная кулинария, флекс под крокодилом, и пусть это не звучит так, как звучит. Слово, с памятью у меня настолько все плохо, что я просто выучила, какая его анимация отвечает за ту или иную кнопку и прожимала их по ходу. Импровизированный болотный оркестр. Мы как бывшие участники пост-пре-фанк-рок-фолк-группы херачим на гармонии. Сбор искорок своего цвета. За белые дают больше, и делайте с этой инфой что хотите. И командная работа. Ненавижу, блять, но нам надо в паре с другим жабичем сначала найти одинаковые символы, а потом перемешать варево. И суть в том, что даже если ты нашел оба итима, собрать ты можешь только один. Второй же обязательно должен найти твой дружочек-лягушочек. На этой мерзкой ноте глава заканчивается, а мы бодрым шагом направляемся к последней, которую я запомнила меньше всего и на этот раз очень зря и абсолютно несправедливо. На очереди у нас родители нашего паренька, а как о роли королева чего-то там, как же мне помни. И здесь нас первой же встречает мини-игра с уничтожением теней, а так как у меня им встроен в голову, как жаль, что распространяется это только на детские игры. То, ну вы помните, да? Я лучшая! Могла ли я когда-нибудь представить, что буду рассказывать челикам на ютубе о том, как я классно играю в детские игры? Продолжим. Следующая игра опять музыкальная, но на этот раз меня качало так, что даже если вы замиксуете гостмейна с Киркоровым, подобного не повторится. Снова флексим, но уже на глазах у родителей парня. Вносим свой вклад в искусство. Швыряемся конфетами в торт. Я лучше. Соединяем созвездия для Реи и Ванжелины. Ну, тут я даже шутить не хочу, если честно, настолько меня эта история умиляет. Смотрим завершающую катсцену, можем послушать саундтрек, музыку и... занавес, господа. Итоги. На этот раз, детишки, не по игре. Ну, что ж, это был тяжелый год, но я здесь, вы здесь и у меня небольшой спич. За эти полгода существования канала я обрела нечто очень важное. То, в чем безумно нуждалось, а именно надежду. И даже если она меня покидает, то непременно возвращается. Стоит мне только взглянуть на число подписчиков и визуализировать это число. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Каждому из вас и конкретно тебе, чувак. Я очень рада, что в этом году у меня появились вы. Я рада, что я могу делиться с вами всякими штуками, которые я люблю сама, и что это вызывает какой-то отклик. Я рада, что такое количество людей слушают мои тупорылые шутки и воспоминания из прошлого. В конце концов, я просто очень рада. Неоднократно утраченный голос. Я даже этот видос писала с убитыми связками. Думаю, многие могли заметить уже к этому моменту. И велика вероятность, что остаток года я проведу в перманентном косплее Лаундморта. Бессонные ночи за монтажом и еще множество не самых приятных моментов, но это все бытовые мелочи, ребят. Я рада стараться для вас. И еще раз спасибо. Вы бесценны. В новом году принесу много классных штук. А пока с наступающим. Искренне надеюсь, что в нем всем и обретем нечто большее и лучшее. Ну а у микрофона была Блэки. Всем удачи и до встречи в 2022. Субтитры подогнал «Симон»!